Здравствуйте, друзья! Среда и, как мы всегда в это время, встречаемся с Михаилом Лобовиковым. Добрый день, Михаил! Добрый вечер уже у тебя! Михаил только что вернулся, секунду тому назад, и прямо, как говорится, с корабля на бал. На наш бал, с корабля политического. Я не хочу интриговать сразу с ходу карьер. Чем ты сегодня занимался? Приветствую всех еще раз. Только что я вернулся, как ты правильно сказала, из Кнесета. Сегодня было мероприятие форума движения Милымников, одним из основателей которого я являюсь. Движение называется Милымники Дорони Цахон, что в Пирде Севрита означает «Резервисты поколения Победы». Потому что так мы решили себя назвать. Потому что главное то, что сейчас происходит в Израиле, это всех интересует один вопрос. Когда же, наконец, мы победим в этой войне, и когда же, наконец, нам дадут победить, что будет этой победой, что будет результатом этой победы. И самое главное, как это меняет ту извращенную, искаженную реальность, в которой мы жили до войны, и которая стала причиной этой войны, и которая продолжается во время этой войны. Мы поговорим об этом сегодня. И вот этот главный вопрос, как изменить, изменить кардинально, не какими-то косметическими припудриваниями, а провести просто хирургические операции, и, наконец-то, выправить, исправить, убрать все то, что мешает нам жить, и то, что фактически угрожает нашей жизни напрямую. Вот как мы это сделаем, об этом мы сегодня говорили в Кносити, и я с удовольствием об этом расскажу. Я понимаю, что когда мы говорим о движении резервистов, знаешь, ты еврейское слово употребляешь, не все евритам, слушающие нас. А движение резервистов, это мы говорим о стране, где абсолютно все служат в армии, ну, за редким исключением, но практически все служат в армии. Ну, не совсем, это как раз-таки тоже одна из проблем, и сейчас как раз обсуждается вопрос закона о призыве, кого призывать, как призывать, и давайте вот тоже коснемся. Понимаешь, профессиональная армия, вот во всем мире есть профессионалы, которые посвятили свое дело, свою жизнь армии. В Израиле, мне кажется, вот люди, отслужившие в армии, все становятся профессионалами. Может быть, я немножко преувеличиваю, но, по крайней мере, я отношусь к ЦАХАЛ с глубочайшим почтением, потому что я считаю, что это сильнейшая армия в мире на сегодняшний день, без всяких но. Особенно, когда я слушаю и смотрю форум 75-летия НАТО, мне становится нехорошо, потому что вот эти паркетные руководители, которые назначили себя элитой, которые не могут справиться ни с чем, ни с одним вызовом сейчас, которые боятся воевать, которые боятся поставить зло террористов на место, вот эти люди собираются 75 лет, а Израиль сам по себе сражается за свое существование, честь, честь, хвала и огромный респект. Так вот, резервисты, насколько это сила, которая способна изменить ситуацию в Израиле? Тут даже вопрос такой, не то, что она способна, а у нас нет другого выбора. Мы видим, как, во-первых, этот ком накопившийся и который продолжает катиться и расти проблем, с которыми мы столкнулись, существование которого для многих вскрылось и неожиданно стало реальностью после начала войны 7 октября, он пока что не находит в себе решения. И кто-то должен взяться за его то, чтобы даже обсуждение, чтобы просто покопаться, чтобы проанализировать, чтобы найти причины тех проблем, которые эти проблемы тоже нужно назвать своими именами и предложить их решение. И мы, когда мы говорим, если мы говорим, знаешь, мы вынесли в заголовок нашего эфира новый фронт резервистов, новый фронт милоймников. И давай я объясню, о чем идет речь. Казалось бы, сейчас идет война. Это понятно. Мы штурмуем газу, мы воюем на севере. Но даже эта война, ее тоже нужно определить, война ли это вообще. Потому что для многих это не война. Есть масса людей, которые считают, что это такая вот еще одна спецоперация, специальная военная операция, которая продлится сколько-то времени, закончится. А пока можно и жить, как раньше жили, и потом после нее мы вернемся, как ни в чем не бывало, к той самой жизни, которая была раньше. И поэтому даже эту войну нужно определить. И определить ее цели, определить ее задачи, определить ее врага. Потому что это тоже для многих не очевидно. Потому что наш враг – это не только Хамас, это не только исламский джихад, это не только все эти группировки, которые мы должны изводить под корень и уничтожать в Газе. Это все то, что происходит на севере, и это война с Хизбаллой. Когда Хизбалла для многих, кстати, это еще совсем не террористическая организация. Для многих Хизбалла – это вполне легитимное учреждение, с которым можно иметь дело, и которое может быть участником международных форумов. И мы еще не добрались до Иудеи и Шамрона, того, что происходит там. Даже просто объяснить, что это Иудеи и Шамрон, Иудеи и Самарей, как может быть многим это более знакомо, это название – это не Уэстбэнк, не западный берег, такое аморфное непонятное понятие чего, потому что только в Израиле почему-то есть такое понятие, что левый берег реки – это является такой вот непонятной географической данностью. Это сердце нашей страны, это, собственно говоря, та ее часть, которая дала название нашему народу. Поэтому то, что это старательно замалчивается – это другой вопрос. И поэтому даже в отношении этой войны есть много умалчиваний умышленных, есть много недоговорок, есть много попыток, много организаций, много действующих элит, много игроков, которые пытаются сделать все, чтобы мы в этой войне не победили, в том числе внутри Израиля. И если мы добавим к этому пути, которыми они действуют, то мы переносим все это сразу на все израильское общество, потому что когда мы видим, что с одной стороны идет война в Газии, идет война на северной границе, идет война в Иудее и Самарее, и одновременно мы видим, что за спиной наших бойцов продолжается судебная революция, вот эта вот судебная реформа, можно называть ее как угодно, но только я говорю не про то, что все думают, а про то, что не про судебную реформу, не про реформу судебной системы, которую предложило правительство полтора года назад, и которая вылилась фактически в попытку государственного переворота гипстейтом внутри Израиля. Я говорю про ту самую реформу, про тот самый переворот, про тот самый судебный путь, который долгие годы проводит наша судебная система против израильской демократии, извращая израильские законы, отменяя законы, ставя себя выше других ветвей власти и навязывая свою философию, даже не толкование закона, а просто свою идеологию политическую правительству и Кнессету. И так вот сейчас, когда продолжается эта война, наша судебная система, которая давно уже стала, она ведет себя давно как идеологический центр и политическая партия, она продолжает войну с израильской демократией, извращает законы и пытается подорвать работу правительства, я повторяю, во время войны. И я приведу пример, о чем я говорю. Вот буквально вчера они бросили очередную бомбу, и правительство вынесло закон, который наводит порядок наконец-то с предоставлением израильского гражданства палестинским супругам израильских арабов. И я объясню, о чем идет речь. Израильские арабы могут поехать и фактически купить себе жену в газе. Я полагаю, что это не происходит из-за большой романтики и обильного изъявления, более изъявления, так сказать, романтических чувств. Привезти себе жену из газа, и на каком-то этапе она получает израильское гражданство. Таких случаев десятки тысяч, если не больше уже ста тысяч, когда палестинские так называемые арабы из автономии, из газа пробираются внутрь Израиля. Очевидно, да, израильская оккупация и угнетение арабов. И Израиль, как известно, спроси любого школьника в Южной Африке, тебе скажут, что Израиль – это страна апартеида, где арабы живут под тяжелейшим гнетом и под сапогом израильской оккупации. Но почему-то вот именно жители, особенно жительницы газа и того же Хеврона или Ромала или так далее, что-то стремятся попасть внутрь Израиля, получить израильское гражданство, проклятого сионинского государства. И этот процесс идет долгие годы, и каждый раз они пытаются все больше и больше его увеличить. Когда мы пытаемся его сейчас ограничить, то богатство встает на защиту этих самых жен, которых привозят из газа и говорит, а почему вы запрещаете, почему вы пытаетесь это ограничить. И сейчас во время войны пытается открыть ворота для враждебного нам населения, чтобы на свободу могло попасть в Израиль и стать, получить наше гражданство. Это кроме как провокацией против правительства, это назвать больше ничем нельзя, потому что здесь речь идет ни о чем другом, кроме как насильственной попытки уничтожения Израиля, как еврейского государства, наводнения его кем угодно, в данном случае арабами, точно так же, как раньше они боролись за права суданских нелегалов. Главное, чтобы здесь было как нужно больше не евреев, и чтобы Израиль перестал быть еврейским государством, а пришел к той самой модели государства всех граждан, которые они исповедуют, проповедуют и пытаются реализовать. За нашей спиной и используя нашу судебную систему, которую они давно захватили. Михаил, я тебя попросил. Происходит все сейчас, в то время как происходит война. Я тебе хочу напомнить, я каждый раз тебе задаю вопрос об арабской улице. И каждый раз мне говорят, да, 20%, примерно 20% израильтян – это арабы. Но они являются пятой колонной. И во время войны говорить о пятой колонне, ты понимаешь, по меньшей мере, это предмет серьезного рассмотрения, что с ними делать. Но уж по крайней мере, ты хочешь жениться – уезжай к своей жене. Нельзя возить сюда никого. Вместе с тем, вот решение израильского суда, кстати, по террористам. У тебя есть что-то интересное? Как с террористами предлагает израильский суд бороться? Ну, это не суд, это наша феерическая юридическая советница, о которой мы с тобой говорили в прошлом эфире. Да. Это дама. Кстати, я видел, как люди, наши зрители, комментировали наш эфир и обсуждали госпожу Галли Бара-Авмиара. Так вот, я дополню, что ее назначили юридические советницы вопреки мнению председателя Верховного суда Ашера Груниса, который, рассматривая ее кандидатуру в свое время на назначение на должность юридического советника, или, если я не ошибаюсь, даже нет, на одной из юридических должностей в государстве, он забраковал ее кандидатуру, просто на корне он сказал, что она человек, который не имеет ни опыта, ни квалификации и ни в коем случае не может занимать эти должности. Вот, ее назначили на должность главного прокурора страны, главного адвоката правительства, и теперь она решает за правительство, как правительство должно себя вести. И в том числе в отношении террористов она очень долго интересовалась, чем их кормят, получают ли они хороший сбалансированный рацион питания, и нет ли у них недоедания, или, не дай бог, как их здоровье дорогое в израильских тюрьмах, когда она этим удовлетворилась и пришла к выводу, что они получают достаточно овощей и фруктов и ни от чего не страдают, и она пришла к следующему вопросу, к более страшному, более кардинальному. Она приняла решение, что захваченных в плен террористов нукбы людей, которые убивали, насиловали, резали, разрубали на части, пекли наших детей в микроволновых печах, и дальше я повторю, продолжать не буду. Вот все они, вот все то, что они делали, вот они были захвачены в итоге нашей войны в Газе в плен, так вот они их будут судить по уголовному, уголовным судом, то есть как уголовников, при этом они получат, имеют, получают право на адвоката, которого им будет отплачивать государство, согласно точке, согласно вот подходу госпожи Галибара-Авмиара. То есть сейчас израильские налогоплательщики будут оплачивать сотни миллионов шекелей на адвокатах этих самых террористов нукбы. И как это загрузит суды, потому что, естественно, речи нет о том, чтобы это были какие-то специальные военные суды для военных преступников, как, например, был в свое время создан суд для суда, для того, чтобы вести дело Адольфа Эхмана, которого мы арестовали и судили и казнили в 60-м году. Вот нет, их запустили внутрь израильской системы судопроизводства, и теперь их будут судить как уголовников за счет израильского налогоплательщика. Вот те израильские граждане, которых приучили страдать, что они вот так вот из своего кармана оплачивают ужасных зубастых харидим, которые живут на их шее и паразитируют, теперь вот пусть они с воодушевлением и с чувственно выполненного гражданского долга оплачивают расходы на все эти суды террористов нул бы. И это она принимает по своему усмотрению, она сейчас выгоняет государство в колоссальные расходы, эти суды теперь будут длиться годами, все это время террористов нужно будет кормить, чтобы их рацион, не дай бог, не пострадал. И потом мы, скорее всего, может быть, даже мы их отпустим, потому что ну а что, бывает всякое, и поэтому она превратила эту трагедию в фарс и в издевательство над демократией, над судопроизводством и самое главное над чувствами людей, у которых зверски убили их близких, их родных, их знакомых и, по сути дела, всех израильтян, потому что это боль всех. И ей наплевать на это. Возможно, она это делает просто потому, что не понимает, что она делает, то, скорее всего, нет. Возможно, она это делает просто потому, что она, и кто-то велел это сделать, потому что, поскольку она человек, как мы уже сказали, не имеющий квалификации и плохо разбирающийся в уголовном праве, а это так, она всегда занималась гражданскими делами, уголовное право ей не особо знакомо, ей поэтому ей просто, так сказать, спустили к директиву, и она ее выполняет. Либо это прямая попытка дискредитировать правительство, чтобы вызвать возмущение общества, которое будет направлено, естественно, на правительство, потому что объясняют, что правительство это все допустило. У меня вопросы есть, которые я хочу задать, они вот связаны с этой темой. Ты понимаешь, ты вот рассказываешь об этой даме, мы о ней уже говорили, мы понимаем, кто она такая. У меня вопрос, почему она до сих пор не уволена? Она является прокурором. Кому подчиняется прокуратура? Кому подчиняется? Неужели премьер-министр не может убрать вот эту злобную абсолютно тетку? И сразу второй вопрос по поводу двух ребят, которых судят закрытым судом, никто не знает где, никто не знает что. Этим ребятам приписали убийство террориста. Вот тогда, 7 октября, если можно. Но вопроса два сразу. Почему эта дама до сих пор занимает государственный пост? Она не является членом богатства. Она не является неприкасаемой. Она является неприкасаемой. Про двух ребят я тебе объясню. Это, сколько я знаю эту историю, из всех данных, которые удалось, когда как-то просочились печать. Этим занимается следственный отдел полиции. Это люди, которые, те же самые люди, которые шили дела не Таньягу, те же самые люди, которые постоянно ввергают нас в эти судебные юридические конфликты, которые больше заняты тоже своей очевидно, политической аджендой тем, чем соблюдением закона и обеспечением работы, опять же, той же организации, к которой они относятся полиции. Поэтому думаю, что инспектор полиции новый, который сменит нынешнего, и министр внутренней безопасности должны будут разобраться с тем, что происходит в следственном отделе полиции. Это место, которое ждет своей чистки давно. Это авгиевая конюшня. И почему сшили дело этим ребятам, которые героически сражались с террористами 7 октября, и опять же тоже очевидно с той же самой целью. Показать, кто сильнее, кто главнее, кто решает, кто решает, кто герой, а кто преступник, и уж точно не правительство, потому что тут явная попытка совершенно дискредитировать правительство и вызвать, опять-таки, гнев против него. А если не гнев, то возмущение не тем, что правительство ничего не может сделать против этого беспредела. То есть такая вот, с такой наглой ухмелочкой нагадить и понимая полную свою безнаказанность. И отсюда же проистекает ответ на твой второй вопрос, точнее, на первый вопрос, почему Гали Боров-Мяра до сих пор не уволили без выходного посуды. Да потому что насчет этого всего и была реформа, которую инициировали, и против которой они устроили фактически, были в разгаре пуча, в разгаре государственного переворота, когда произошла катастрофа 7 октября, и началась война. Потому что судебная система, марионеткой которой является Гали Боров-Мяра, встала на дыбы, чтобы, не дай бог, не подпустить власть, избираемую народом, к контролю за своей деятельностью. Это то, что произошло, это нужно понимать. И то есть у нас есть... Мы живем в состоянии перманентного государственного переворота, который осуществляется дип-стейтом, который осуществляется чиновниками, которые никому не подконтрольны, никем не выбираются, назначают сами себя и сами себе назначают зарплаты. И вот они пытаются решать то, как будет существовать государство, как оно будет управляться, какие решения оно будет принимать. А тем, кого народ избирает, велено сидеть в стороне, молчать и брать под козырек. Это в их представлении называется демократией. И поэтому я, да, считаю, что нужно поднимать эти вопросы сейчас тоже и решить, наконец, вопрос с этим полным беспределом, с этой полной безответственностью. Я имею в виду отсутствие ответственности у чиновников за принимаемые ими решения, которые в момент войны являются судьбоносными, и, наконец-то, призвать их к порядку, а точнее заставить их выполнять законы. У нас сейчас происходит ситуация, которая абсолютно, скажем так, многим уже понятна, но она абсолютно противоречит любым нормам демократии, любым нормам правового государства, когда у нас есть люди, у нас есть сословия, у нас есть эшелоны в бюрократическом аппарате, которые никому не подконтрольны, которые плюют на законы, которые трактуют их, как хотят, и при этом за всем этим стоит определенная политическая идеология. Это так не может продолжаться. И большинство израильтян, нужно понимать, что большинство израильтян, которое избрало это правительство, которое пользуется политической поддержкой двух третей еврейского населения, оно требует этих перемен, оно требует оздоровления этой бюрократической системы, которая вышла из-под контроля, и уж точно поставить их на место во время войны, чтобы сейчас они не занимались с этими провокациями. И это та одна задача, которая стоит сейчас, че-то нам, как миловникам, как резервистам, нужно будет тоже этим заниматься. Ты понимаешь, я вот слушаю, ты произнес первый раз, один раз, слово война, во время войны. Так в Израиле война, так почему нет тогда военного положения? Почему тогда действуют гражданские законы, если это война? Если это где-то там война, но 681, по-моему, человек уже погиб, я прочитала такую статистику, 681, да? Ты не считал, сколько погибло ребят? Мы говорим сейчас о тех жертвах, которые страшны для Израиля, для маленького Израиля. Я понимаю, что Израиль сейчас может торжествовать большую победу. Мы говорим о разрушенном крупном террористическом туннеле исламского джихада. Говорим о том, что 60% хамасовцев уже уничтожены, но 40% продолжают уничтожать и продолжают сопротивляться. И мы говорим о том, что в ходе последней операции были найдены интересные данные, компьютеры, лэптопы, оружие как доказательство, в качестве доказательства. Но я не знаю, стоит ли вообще кому-то уже что-либо доказывать. Так как быть с военным положением? Как быть с военным положением, которое отменит вот таких, как вот эта дама? И заткнет им рты. И не позволит устраивать погромы на улицах. Не позволит перекрывать шоссе. И не позволит очень много всего. Потому что война, и все для фронта, все для победы. Я не права? Когда у нас постоянно при любом вопросе, когда правительство принимает какое-либо решение, сразу выскакивает очередной чертик из табакерки бюрократического парта и говорит, что они просто не будут это выполнять, у нас ситуация, когда можно вводить сколько угодно в военных положений. И бюрократический дипстейт позволяет себе сегодня все, что хочет, как абсолютно ошалевший от безнаказанности разбалованный ребенок, который может в любом моменте завалиться на спину, заебить ногами и закатывать истерику, и требовать себе новую игрушку или новое мороженое. Ну вот в нашем случае речь идет о толпе взрослых, которые так себя ведут, при этом они выводят людей, своих сторонников, на улицы, которые их перекрывают. И это никому не мешает. Когда то же самое делали, например, противники размежевания с газой, которые говорили, что ребята, не надо бегать, не надо бежать из газа, не надо отдавать ее террористам, это кончится страшной войной. Их тогда гоняли, давили лошадьми, закатывали в автозаки, увозили, держали в тюрьмах без суда и следствия месяцами, в том числе несовершеннолетних детей. Это было все можно, потому что они были злостные преступники и выступали против решения правительства. Это было в 2005 году. И тогда глава и гуру, так сказать, главный идеолог и вождь, духовный вождь судебной системы Арун Барак говорил, что никакая демократия, никакое государство не может себе позволить, чтобы прикрывались дороги. Это грубейшее нарушение прав, прав закона и всего, чего только можно, и мы не можем этого допустить, этого и не было. То есть я сам пытался, когда мы... Я просто пытался отправить автобус на митинг, на демонстрацию, которая получила разрешение полиции, которая была согласована. И меня просто... Мой автобус обложили с трех сторон три полицейские машины и сказали, что ты никуда не поедешь. Я говорю, почему? К какому праву? Это вообще как бы... Часто организованная поездка, мы собрались, мы поехали на автобусе, нам плевать, ты никуда не поедешь. То есть тогда можно было нарушать любые законы во имя того, что нужно было тогда любой ценой провести это размежевание и отдать газотеррористам. Теперь, когда мы пытаемся вести войну, те же самые люди, те же самые идеологи, те же самые борцы за демократию, как они себя называют, они сейчас говорят ночью, когда перекрывают шоссе, когда люди, тысячи людей не могут попасть на работу, амбулансы не могут проехать в больницу, и даже не обязательно амбулансы, просто люди, которые едут на работу и просто едут по своим делам, им перекрывают дорогу просто потому, что что-то кому-то взбрело в голову, и они говорят, ну как же, это массовый протест, это изъявление народного гнева или других чувств. Вот, кстати, ты, наверное, слышал, что в Израиле в начале этой недели прошел день протестов, день массовых, всенародных изъявлений и гнева, и противоправительства, и так далее. Они были настолько массовыми, что это просто стало уже, просто все ухахатывались, вышел ролик одного из вождей этого массового протеста, этого скандально известного генерала Фигляра, провокатора и подстрекателя Ира Голлана, которого сейчас избрали вождем партии ОВДА. он потрясал воздух, потрясал кулаками и говорил, выходите все, тут такой народный гнев, посмотрите, что происходит сзади меня, он стоял на улице, а сзади него была абсолютно пустая улица, на которой не было там, может быть, два человека. И это просто было как бы настолько гротескно, что это стало просто уже мемом и доходит уже по сетям. Так вот, а им, да, удалось перекрывать дороги, да. У меня мой знакомый, как раз сегодня встретил знакомого, который попал в одно из этих перекрытий дорог массового народного протеста, он говорит, да, там было 4 машины и 12 человек. Они перекрыли шоссе номер 6, это одно из главных платная скоростная магистраль, единственная в Израиле, по которой люди едут, платят деньги специально, чтобы быстрее добраться куда-то. Так вот, они ее перекрыли четырьмя машинами. Наплевать на всех. Десятки тысяч машин встали в пробки, им наплевать. Они сделают все, что угодно, потому что так возбрело и потому что они уверены в своей полной безнаказанности, потому что знают, что полиция их не арестует, а если полиция их арестует, то суд их мгновенно выпустит и на них не заведут даже уголовного дела. Это полный, полный беспредел, полная безнаказанность и фактически диктатура и попытка пуча, которую они проводят против политики, избранного большинством правительства. И этому нужно положить конец. Так не может продолжаться, я повторяю, во время войны. Пошли нападки на Бангвира, очень серьезные, дискредитировать пытаются, и это все вкладывается в один контекст того, о чем ты сейчас говоришь. Вместе с тем члены семьи некоторых заложников призвали правительство не соглашаться на нынешнюю сделку по обмену заложников и пленных, поскольку в результате этого близка близкие останутся в секторе газа и в секторе безопасности Израиля. Вот такие сейчас разговоры идут от родственников. С другой стороны глава МОСАДА направляется на решающий саммит газы в Катаре и чиновники предупреждают, что между Израилем и Хамасом сохраняются большие разногласия. Вот тут родственники против того, что подписывали это соглашение, потому что они видят последствия этого соглашения, с другой стороны вот это четырехстороннее соглашение, четырехсторонние переговоры, в которых принимают участие естественно Израиль, Катар, Египет и США. Они будут решать эти вопросы. Как? Они будут решать вопросы принуждения к миру путем чего? Что нужно будет сдать и с чем нужно будет согласиться для того, чтобы это подписать. Тут очень много противоречий. Ну, давай наведем порядок вопроса с заложниками, чтобы было понятно, что происходит. Всем понятно, что нет в Израиле человека, я имею в виду израильтянина, сиониста, еврея, который не хотел бы возвращения заложников и который не хотел бы, чтобы было сделано все до того, чтобы их вернуть. это должно быть понятно. И правительство, и армия, и спецслужбы прикладывают к этому колоссальные усилия, чтобы найти заложников, чтобы, если появляется хоть какая-то малейшая информация, какая-то крупица информации о том, что на заложнике где-то находятся или могут находиться, туда выходят армейские части под огнем, проверяют это место и пытаются освободить заложников. Эти операции происходят постоянно, и солдаты каждый день рискуют своей жизнью, чтобы найти заложников. Это координируется со всеми, со спецслужбами, с правительством, и эта работа идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И все, затаив дыхание, ждут, когда мы наконец услышим, что вот освободили еще одного заложника в ходе спецоперации и нашли еще кого-то. И все болеют за это душой, потому что это наши люди, и мы должны их вернуть домой. Но при этом параллельно есть абсолютно циничное, абсолютно безнравственное использование трагедии с заложниками, политическими спекулянтами и шарлатанами, которые используют это просто для нападок на правительство. это примерно как если бы они вставали утром перед восходом солнца, ходили на балкон и потрясая кулаками на восток кричали солнцу, ну всходи же, почему ты не всходишь, почему ты не светишь на нас? И когда солнце всходит, они бы кричали ему, ну почему солнце ты поднимаешься так медленно? Ты должна уже все осветить. То есть это примерно так можно вот такая метафора в самом ее цензурном варианте возникает у меня в голове, когда я слышу эти крики этих крикунов, почему правительство не делает все для того, чтобы освободить заложников. Происто делать все и больше, чем все для того, чтобы их освободить. Должны, все, мы все должны это зарубить себе на носу. Но при этом идет хорошо проплаченная, на которую используются колоссальные средства компании, цель которой представить, создать у людей впечатление, что правительство ничего не делает, правительство занято чем-то другим, правительство наплевает на заложников, и поэтому вот только вот они, эти единственные борцы, борются за этих заложников. я видел сегодня такую, знаешь, по дороге в Кнесет, я пытался подъехать к Кнесет, там все было перекрыто, я спрашиваю правительство, что там демонстрация, они как-то криво ухмыляются и не отвечают. и в итоге я припарковался где-то там за непонятно где, долго шел к Кнесету, через многочисленные кардоны подхожу и вижу, что перегорожен как бы весь правительственный квартал, все подступы к Кнесету на расстоянии там за километры с одной и с другой стороны. Вижу, что на площади перед въездом в Кнесет стоит грузовик, который перегораживает дорогу. на грузовике кран, на кране висит батарея динамиков, как до хорошего рок-концерта. Все это оборудование день работы грузовика, все так сказать, только вот эта вот инсценировка, вся эта декорация стоила хорошие десятки тысяч векелей. И на грузовике стоят три, может быть, четыре человека, которые сменяют друг друга, кричат истерично, брызгая слюной в микрофон из этой батареи динамиков, которая, повторяю, для хорошего рок-контакта, то есть их слышно за километр, кричат лозунги и требуют, чтобы 120 членов Кнесета немедленно явились к ним и поклялись ним в том, что они будут освобождать заложников. То есть это какая-то извращенная реальность людей, которые живут даже не в каком-то фильме, а в каком-то мультфильме, в котором они сами себя нарисовали и самое главное, в котором они пытаются затащить других. и вот они цели там освободить заложников нет, там цель вызвать недовольство большинства людей или хотя бы какой-то группы, вызвать у них недоверие к правительству и внушить им, что правительству мало заботятся о заложниках и поэтому нужно голосовать за кого-то, кого им укажут, кто будет заботиться об этих самых заложниках. То есть это обычная манипуляция общественным мнением самая дешевая и которая самая главная наносит вред делу освобождения от заложников. Потому что когда Хамас выйдет все эти спектакли, она говорит, а, ну прекрасно, они так за это все борются, они создают такой ажиотаж, а давайте-ка мы еще поднимем цену, давайте-ка мы еще потянем, потому что раз они работают на нас, раз они длют вода на нашу именницу, давайте-ка мы поднимем цену и еще немножко потянем. И понятно, что Хамас никогда не будет отдавать заложников, только потому, что мы этого будем у него громко и слезно вымаливать, как делают эти клоуны. И то есть они наносят колоссальный ущерб делу освобождения от заложников. И плюс нужно понимать, что Хамас не будет сейчас отдавать заложников. Хамас тянет время, по моему глубокому убеждению, до прихода Трампа к власти, они понимают уже, они хорошо читают политическую карту, они видят, куда дуют политические ветер в Америке, это гораздо лучше Бадина, может, они ему объяснят, что его ждет. И они хотят договариваться уже со следующим хозяином, им нужна козырная карта, и это заложники, поэтому в ближайшие полугода скорее всего мы заложников не увидим, сколько бы главы нашего Масада не ездили бы в Катар. Но мы, тем не менее, должны использовать любую возможность освободить заложников, ездить на эти переговоры, только помни об одном, есть красные черта или красные линии, которые мы не можем никогда перейти, которые касаются нашего национального достоинства, которые касаются того, чтобы мы не могли ничем себя унизить и унизить заложников, и я говорю здесь об одном принципиальном вопросе, мы никогда никогда ни при какой сделке, ни при каком соглашении с террористами не можем допустить повторения того, что было в начале, когда они проводили селекцию заложников, когда они говорили, а давайте-ка мы разделим на женщин, на детей, на гражданских, на гражданских таких, на гражданских сяких, на военных солдаток, на военных мужчин, они будут разделять, они будут определять, делать вот эту вот селекцию наших заложников, и мы будем с этим соглашаться. Это оскорбительно, это унизительно, это аморально, и самое главное, это не приведет к освобождению заложников, поэтому это моральные границы, которые мы не можем нарушить, мы не можем переступить, и мы должны это четко вбить в голову Хамасу, посредникам и всяким прочим Байденам, которые сейчас пытаются нас силой склонить к этой сделке, с одной единственной целью, чтобы сохранить власть Хамаса и продавать эту войну еще долго, точно так же, как они это делают в Украине. Байден пытается сделать все для того, чтобы эта война продолжалась еще долго, потому что они не хотят любой ценой, чтобы мы победили в этой войне. Сегодня на встрече НАТО уже прозвучало коллективное решение НАТО помочь Украине с оружием. Они все время сокрушаются и все время декларируют желание помочь. Оружия все равно нет, людей убивают. Но мы сегодня об Израиле говорим. В прошлом месяце газета The Washington Post сообщила, что организация по атомной энергии Ирана проинформировала орган по назору за атомной энергией ООН о планах установить 1400 новых центрифуг для обогащения урана на тщательно охраняемом объекте. Новый президент Ирана уже заявил о том, что курс его страны по отношению к Израилю не изменится. Они будут сражаться до полного уничтожения сионистского государства, сионистского нарыва в том регионе. То есть одно государство, член ООН вот таким образом угрожает совершенно открыто другому государству, которые тоже являются членом ООН. Сегодня министр иностранных дел Израиля Кац призывал к действиям против Ирана на саммите НАТО. НАТО пока слушает, как говорится, слушает, никак не может решиться. То, что меня немножко обрадовало, это уже то, что ЕС начинает понимать, что такое Иран, что такое корпус стражи Ирана, Ислама, и сейчас уже находится на несколько шагов ближе к включению корпуса стражи Исламской революции в список террористических организаций. Но включат они его в список террористических организаций. Но дальше что будет? Но они будут сокрушаться по поводу террористической организации. Как можно восстановить вменяемость Ирану и что должно сделать мировое сообщество и Израиль в первую очередь? Ну знаешь, нам всегда было интересно, поскольку мы не были свидетелями того, что происходило в 1939 году, как началась Вторая мировая война, как дали Гитлеру вырасти до того, до тех размеров, до которых выросло нацистское чудовище, почему это не предотвратили, хотя было понятно, куда все идет долгие годы и вот как мы получили тот кошмар, который называется Второй мировой войной. Сейчас мы видим то же самое, мы видим, что никакие уроки не извлечены и как мировое сообщество делают все для того, чтобы закрыть глаза на этого монстра, который называется Иран, террористического монстра, монстра, который нарушает права человека, монстра, который нарушает права меньшинств. То, что Иран и ближайшие его там соседи вытворяют, например, с курдами, это действительно настоящий геноцид, нарушение прав человека и просто гуманитарная катастрофа, которая длится годами, настоящая, не выдуманная, не этот фейк с так называемыми пластилинцами, а настоящая трагедия. Но это никого не интересует почему-то. То, что происходит внутри самого Ирана, например, с нарушением прав человека и прав национальных меньшинств внутри Ирана. Поддержка Ирана международного терроризма. Ну, как бы, сейчас уже никому не нужно быть волшебником и ясновидцем, чтобы догадаться, что морское судоходство в Южном, в Тихом океане, в Красном море, через Суэцкий канал практически полностью парализовано из-за морского терроризма хуситов, который фактически является филиалом Ирана. И используют иранское оружие, иранские военные технологии, иранских военных советников. То есть, Иран через хуситов, через эту террористическую организацию терроризирует весь мир и все морское судоходство в этой части света. И почему-то это не обсуждается денно и ночно в Организации Объединенных Наций, которая была создана после Первой мировой войны, чтобы больше никогда не допустить повторения того, что было. И почему-то это кончилось через 20 лет Второй мировой войной. То же самое сейчас происходит, когда ООН делает все для того, чтобы не обуздать Иран, не обуздать других агрессоров, не обуздать, не предотвратить геноцид в любой части света, кроме Израиля, потому что, как известно, главным злом мира и главной ареной чудовищных преступлений, кровопролития и так далее, это только Израиль. Во всем остальном мире все нормально, все прекрасно, в Багдаде все спокойно. Кстати, о Багдаде, который стал вочинной Ирана, и иранского терроризма. Об этом никто не говорит, все заняты только Израилем, весь мир критикует Израиль и обсуждает ужасное поведение израильских варваров. В это же время Иран полным ходом тащит нас к новой войне, которая вполне может стать ядерной войной. То, что они сумасшедшие, то, что они фанатики при всем их прагматизме и при всем при том, что они хорошо умеют делать бабки на всем на этом, ведь у них они фанатики. И они одержимы идеей джихада, они одержимы идеей этой религиозной войны, которую они ведут со всем миром. И это страшно, потому что это фанатичная сила. И она точно так же, как и Хамас, может быть только уничтожена на полном искоренении. Другого варианта здесь нет. И то, что весь мир так старательно сейчас занят закрыванием глаз на эту угрозу и старательно закапывают голову в песок, это говорит о том, что мы на полном ходе идем на пути к самоубийству цивилизации. Ты понимаешь, ты говоришь о самоубийстве цивилизации, вот мы с тобой говорим и понимаем, еще миллионы людей понимают, но у нас есть так называемые элиты, которые ничего не понимают или не хотят понять. Они заняли позицию Страуса. Ну хорошо, они там далеко, но когда уходящий командующий Цахал Ягуда Фокс, я правильно произнесла? Ягуда Фокс, Фокс, да. Фокс. Он критикует еврейское насилие, еврейское насилие и хвалит российскую автономию. Вот это человек, который отвечает, отвечал за армию обороны Израиля. Поэтому совершенно неудивительно то, что произошло седьмого числа. И вот складывается пазл, когда вот через пол, через девять месяцев мы слышим, что произнес генерал, а потом задаем себе вопрос, а как так случилось, что вообще они это знали и проморгали? Так может быть это целенаправленно было сделано? Может быть это все связано с большой политической игрой, в которой жертвами стало целое государство, имя которому Израиль, его сыновья и дочери, которые гибнут каждый день, и те тысячи двести могил, которые уже есть, и люди ждут заложников, своих родных вернуться. вот может быть это и есть то самое страшное, разрушительное, что называется предвестником вот этого апокалипсиса. Генерал Фокс действительно является лакомцевой бумажкой, является симптомом, является просто большой неоновой надписью на стене, которую должны почитать все израильтяне и понять, откуда растут ноги провала 7 октября в ту страшную субботу Симхатура и той концепции, которая во многом все еще владеет израильской армией, я имею ввиду ее высшим генералитетом, потому что те, кто воюют в Газе, те, кто сражается, скажем так, низшей состав израильской армии, он никогда не был, никогда не исповедовал эту ересь, которую сейчас я объясню, и ему все понятно, именно поэтому мы создали наше движение милуемников, резервистов, с тем, чтобы подставить эти вопросы ребром и поднять вопрос об искоренении этой ереси, так вот, что это за ересь, я объясню, когда высокопоставленный офицер, фактически второй по рангу в израильской армии, Иуда Фукс, был главнокомандующим центрального военного округа, как известно, иерархия в израильской армии, это начальник генерального штаба, и потом генералы, командующие, генералы армии, которые командуют округами, северным, центральным, южным и другими, и родами войск, и так далее, так вот, он второй по табеле по рангах, и он заявляет о том, что в своей прощальной речи он наконец-то ушел со своего паста, наконец-то мы от него избавились, и он говорит о двух главных вещах, которые, о двух главных проблемах, которые, главных вопросах, которые должны на нас волновать, это, как ты правильно сказала, насилие, которое осуществляют поселенцы, израильтяне, живущие в Удее и Самарии по отношению к арабам, и то, что для того, чтобы нам здесь хорошо жилось, из нас была безопасность, и все было спокойно, нам нужна сильная, крепкая палестинская экономия в Романе. Это, говорит, человек, который ведет, то есть по долгу своей службы, должен был последние два года, или сколько он там находился, примерно почти два года, он должен был воевать с врагом, защищая своих граждан, защищая израильтян от палестинского террора. Так вот, он заканчивает свою каденцию тем, что он видит своего главного врага, этих самых израильтян, которых он должен был защищать, это для него главный враг, а его главный вывод из его деятельности, это то, что он должен, это то, что нужно укреплять палестинскую автономию, то есть, ту самую террористическую организацию, которая находится в Романе, которая постоянно занята атаками на израильтян, то есть, это полнейший сдвиг по фазе, полнейшее извращение, полнейшие полностью промытые мозги, а мозги у него промытые, потому что он успешный выпускник программы фонда Векснера, о которой мы с тобой говорили, то есть, тут как бы вопросов нет, понятно, откуда большая часть ног растет, но это понятно, что он не один такой, он симптом, говорит о том, что главная проблема это насилие поселенцев, и для этого, чтобы была стабилизация, нужна сильная палестинская автономия, это происходит через несколько часов после того, как заканчивается последний бой, который его же собственные солдаты вели в шхеме с палестинскими, с пластилинскими террористами, боевиками этой самой палестинской автономии в Раммале, которые атаковали израильтян, которые согласны международным договорам, согласны соглашениям ВОСПа, которые до сих пор еще почему-то не аннулированы, но формально мы по ним имеем право свободно посещать одну из главных еврейских исторических и религиозных святынь, гробницу Иосифа в Шхеме. То есть это гробница, которая должна быть открыта для свободного доступа израильтян, мы должны иметь туда свободный доступ, я могу сейчас спокойно сесть в машину, посадить туда своих детей, отправиться туда, покатить этот памятник нашей истории. Так вот, для того, чтобы можно было туда зайти и познакомиться с этим памятником нашей истории, это происходит, к сожалению, только раз в месяц, для этого израильская армия в составе как минимум одного батальона заходит в район гробницы Иосифа, Иосифа, контролирует и берет это тендрою под свой полный контроль, потому что иначе туда стекается группа боевиков, которые пытаются устроить там резню, и только тогда туда могут зайти и заехать автобусы, бронированные с израильтянами, которые могут попасть на эту святыню израильской истории, культуры, традиции и один из основных объектов нашего наследия. Так вот, когда наша армия заходила позавчера на этот район, где находится гробница Иосифа, там завязался просто жесточайший бой с боевиками этой самой палестинской автономии, которые пытались этому помешать. Так вот, этих самых боевиков, их хозяев и всю эту систему этой террористической автономии, генерал, который должен с ней бороться, предлагает укреплять и развивать дальше. То есть, это примерно, как если бы командующие американскими войсками в Ираке во время войны буря в пустыне в 91-м году, если не ошибаюсь, когда американцы воевали с Адамом Хусейном, если бы командующий американской армии, ведя бои за Багдад, при этом бы декларировал, что для успешного окончания войны нужно поддержать режим Саддама Хусейна, укрепить его армию, и вообще вся эта война происходит из-за того, что американские солдаты нехорошо себя ведут. Если бы ты такое услышал, если бы кто-то это услышал, то подумали бы, что человек полностью не с нами. Мы живем в мире абсолютно больного сознания. в точку невозврата. У нас все перевернуто. И вот то, о чем мы с тобой сегодня говорили, единственное положительное во всем этом, это то, что вы создали новое движение, которое будет большой политической силой. Я очень верю и надеюсь, что это будет так. Потому что все, если ты начинаешь разбирать подробности происходящего, я хотела с тобой сегодня еще новую тему обсудить, но мы, знаешь, с легкостью уже час прошли. И поэтому у нас всегда с тобой есть множество тем, которые мы обсудим в следующий раз. Они тоже наполнятся новым содержанием. И новый взгляд возможно будет. И новое решение, то, что мы сегодня с тобой обсуждали, они как бы перевернутся и повернутся другой стороной. мне хочется очень, чтобы все вернулось с головы на ноги. Пока что у нас идет обратное движение с ног на голову. Тар-тарары. Мы летим в ту пропасть, в которой каждый пытается оттащить свой кусок, оттянуть во имя политических целей. И кто о чем говорил по поводу последнего генерала, тар-тарары. Для меня, как простого гражданского человека, мне кажется, по нему трибунал плачет. И очень жалко, что в Израиле нет смертной казни. Очень жалко. Я желаю победы, только победы. Я хочу, чтобы 60% убитых террористов Хамаса превратились в стол. Но это мое желание. Это желание очень многих людей в мире. Сил тебе, Михаил, в борьбе, в стойкости. И я всегда заканчиваю передачу «Амстер Эл Хай». Потому что только благодаря вот тому, что народ Израиля жив, как народ, он непременно победит. Спасибо тебе за твои труды. Мы обязательно победим. И мы действительно с тобой не успели поговорить о многом. Но мы начали с того, что мы говорили, что мы создали движение милымников резервистов для того, чтобы поднимать вопросы, определять вопросы, обозначать вопросы и обсуждать их решения. Сегодня мы сделали непростую работу, чтобы обозначить проблемы. В следующий раз, даст Бог, мы поговорим с тобой об их решениях. Непременно. Я в это верю. спасибо тебе. Мы на канале Континент. Подписывайтесь, распространяйте видео, поддерживайте нас. Мы говорим вещи, которые являются фактами и правдой. Мы вне интересов партийных, мы в интересах одной правды. Правды. У нас партийная правда наша. Всех благ. До Спасибо. Спасибо.